На торжественном митинге во Всеволожском районе вспомнили знаменательное событие для истории страны открытия водной трассы «Дороги жизни». 8 сентября 1941 года, когда враг оцепил Ленинград и окрестности, стало понятно – необходимо искать путь для эвакуации людей и доставки продовольствия. Оставалась единственная ниточка, по которой можно было это сделать, которая позволяла это сделать – это Ладога. И вот здесь уже 12 сентября, вот в этом месте, за 4 дня было построено большое количество, сейчас точно не скажу сколько, но очень много причалов для того, чтобы подходили сюда морские, речные суда, транспортные средства водные, чтобы перевозить людей, перевозить грузы. Это была очень колоссальная работа в это время. И вот эта трасса, она действовала, как мы ее называем, водная трасса, она действовала до того, как встал лед на Ладоге. Благодаря общим усилиям водный путь открыли уже 12 сентября. Сегодня, говоря о дороге жизни, потомки вспоминают именно тех, кто сделал ее существование возможным. «Это люди, которые работали, которые воевали, которые лечили людей, которые обслуживали, заправляли машины, технику, корабли Ладожской флотилии, которые воевали, Ладожская флотилия воевала с противником. Это огромное количество людей. Вот именно они спасли и город, и в целом, если так разобраться, весь ход и исход войны решился здесь». Торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Ладожский курган» проходит каждый год на протяжении 20 лет. В ней принимают участие ветераны, их взрослые дети, чиновники и молодежь. «Здесь похоронены и моряки, и военнослужащие, и погибшие на корабле конструктор при обстреле. И в этом году произошло увековечивание еще двух фамилий. Мы нашли в архивах. В честь 9 мая они были увековечены». А в память о тех, чьи тела пропали в бездонных водах Ладоги, а имена по-прежнему неизвестны, спустили венок на воду.